Математика 6 класс Мы узнаем, что уравнение – это равенство, которое содержит неизвестную. Решить уравнение означает найти его корни или убедиться, что корней нет. А корнем уравнения называется то значение неизвестных, при котором это уравнение обращается в верное числовое равенство. На прошлом уроках мы с вами изучили основные свойства уравнения. Вспомним, пожалуйста, если к обеим частям данного уравнения прибавить или вычесть одно и то же число, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и исходное уравнение. Также, если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и исходное уравнение. И третье правило, которое мы чаще всего с вами используем, это если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, но при этом изменим знак у этого слагаемого на противоположное, то получим уравнение, которое имеет те же самые корни, что и исходное уравнение. Давайте все-таки посмотрим, как с помощью инструмента уравнения мы сможем с вами решать задачи. Для этого должен быть некоторый алгоритм. Что вы должны обязательно сделать? Первым пунктом всегда очень внимательно читайте условия задачи. Вторым пунктом обозначьте, пожалуйста, неизвестную величину. Чаще всего неизвестную величину обозначают наименьшую величину задачи. Составьте математическую модель к этой задаче. Составьте уравнение по условию задачи. Решите уравнение. И очень важный пункт – прочитайте снова вопрос задачи и ответьте на этот вопрос задачи. Еще раз посмотрите на этот алгоритм, который мы будем применять сейчас при решении задачи. Давайте рассмотрим первую задачу. Бабушка старше мамы на 20 лет, а мама старше дочери 2,5 раза. Вместе им 116 лет. Сколько лет каждый из них? Нам понятно, что дочь – это самая младшая в этой задаче. Поэтому пусть дочери будет х лет. Это меньшая величина мы принимаем за неизвестную. Тогда маме будет 2,5х лет, а бабушке 2,5х плюс 20 лет. По условию задачи известно, что вместе им 116 лет. Составим и решим уравнение. х плюс 2,5х плюс 2,5х плюс 20 равно 116. Решаем это уравнение, упрощая его. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак «плюс». Получаем выражение х плюс 2,5х плюс 2,5х плюс 20 равно 116. Собираем подобные слагаемые. 6х плюс 20 равно 116. Используя свойства уравнения, переносим число 20 из левой части в правой части. Тогда получим 6х должно равняться 116 минус 20, это 96. И чтобы найти неизвестный наш второй множитель, мы должны 96 разделить на 6. Получается, х равняется 16. За х мы приняли сколько лет дочери. Значит, дочери у нас 16 лет, а маме, соответственно, будет 2,5х умножаем на 16 в 40 лет. Чтобы найти возраст бабушки, нам нужно к возрасту маме прибавить 20. Значит, 40 плюс 20 получается 60 лет. Рассмотрим вторую задачу. В первом бетоне в три раза больше молока, чем во втором. Если из первого бетона перелить 20 литров молока во второй бетон, то в этих бетонах будет по равну литров молока. Как же решить эту задачу? Чтобы было удобно, можно воспользоваться табличкой. Табличка перед вами, посмотрите, было-стал. В первом бетоне у нас 3х, во втором – х. Почему именно во втором? Потому что там меньшая величина. А меньшую величину мы с вами договорились принимать за неизвестную х. Тогда стало 3х минус 20. Это в первом бетоне, потому что из первого бетона были ли 20 литров, чтобы во второй добавиться, эти 20 литров станет х плюс 20 литров. Посмотрите описание составления уравнения. Уравнение достаточно очень простое, и решать мы его умеем с вами. 3х минус 20 равно х плюс 20. Переносим слагаемое из одной части в другую. 3х минус х будет равняться 20 плюс 20. 2х будет равняться 40, х равно 20. Значит, 20 литров было у нас во втором бетоне, а в первом будет, соответственно, 60 литров. Давайте рассмотрим третью задачу. Задача – старинная задача. В клетке сидят фазаны и кролики. У них 19 голов и 62 ноги. Сколько фазанов и сколько кроликов находится в клетке? Давайте разберем эту задачу. Опять, внимательно прочитав условия задачи, я попробую с помощью таблички разобрать это условие. Значит, у меня в клетке находятся фазаны и кролики. Голов. Пусть, допустим, у фазанов будет х. Я не знаю, у кого меньше фазанов или кроликов, поэтому мне все равно, какую величину я сейчас обозначаю за х. Тогда, соответственно, у кроликов будет 19 минус х. Я знаю, что у фазана 2 ноги, а у кролика 4 лапы. Тогда всего ног у фазанов будет выражение составляем 2х, а у кроликов 4 умноженное на 19 минус х. По условию задачи всего известно, у них 62 ноги. Составим с вами уравнение. Уравнение получается 2х плюс 4 умноженное на 19 минус х должно равняться 62. Решаем это уравнение. Раскрываем скобки, применяя распределительное свойство. 2х плюс 76 минус 4х должно равняться 62. И снова воспользуемся правилом. Соберем подобные в левой части неизвестные, а в правой части слагаемые перенесем известные. Получаем, минус 2х будет равняться 62 минус 76. Минус 2х равняется минус 4х равно 7. Значит, фазанов у нас было 7, а кроликов, соответственно, будет 19 минус 7, 12 кроликов. Таким образом, смотрите, ребята, давайте еще раз, как итог урока, повторим с вами основные этапы нашего алгоритма при решении задач с помощью уравнения. Прежде всего, всегда очень внимательно читайте условия задачи. Второе. Введите, пожалуйста, неизвестную величину и составьте математическую модель. Третье. Составьте и решите уравнение. Четвертое. Обязательно смотрите, проанализируйте вопрос задачи и ответьте полностью на этот вопрос задачи. Чтобы закрепить свои умения применения этого алгоритма, я рекомендую вам выполнить домашнее задание. Если вы обучаетесь по учебнику математика 6 класс автор Никольский, то, пожалуйста, прочитайте пункт 3.10 и выполните номера 645B, 648B. Если вы обучаетесь по учебнику математика 6 класс автор Мерзляк, то, пожалуйста, прочитайте пункт 42, выполните, пожалуйста, номера задач 1174 и 1176. Я желаю вам успехов при решении. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Good morning, boys and girls. I'm glad to see you. Are you ready to start our lesson? If you are, so let's prepare Spotlight 6, your student's book at the lesson What's the weather like? But first, I want you to remember our turn-twister. I propose you to repeat it a little faster. Try it with me. Please, mind your pronunciation. Even if you speak very fast, don't forget to pronounce right. So let's start. Exercise 1, page 98. And we have the following task. We have our words and let's form the adjectives. Try please. Rain, rainy, cloud, cloudy, wind, windy, fog, foggy, snow, snowy, sun, sunny, chill, chilly, storm, stormy. As you see, our adjectives we formed with the letter Y. So let's use our adjectives to describe our weather. So, in the first picture, what is the weather like in our pictures? It is wet and rainy, cloudy and windy, hot and sunny, cold and snowy, chilly and foggy. And remember, if we want to say about temperature, we have two variants. The first is the temperature is above zero and the second variant the temperature is below zero. So, as you see in the pictures, below zero when it's very cold, above zero when it's hot. Look at the chart. Look at the chart. Ask and answer as the example in your student's book. What is the weather like? What is the weather like in London? In London it is wet and rainy and the temperature is 10 degrees above zero. What is the weather like in Moscow? It is cold and snowy and the temperature is 5 degrees below zero. What is the weather like in Moscow? It is cloudy and windy and the temperature is 5 degrees above zero. What is the weather like in Paris? It is chilly and foggy and the temperature is 8 degrees above zero. What is the weather like in Cairo? As you see, the weather is hot and sunny with the temperature above zero, 30 degrees. You see that in different towns we have different weather. So, how do you think? Should we use the same clothes? No, of course, we should use different clothes. So, let's remember our clothes and our shoes. What is it? What is it? T-shirt. Sweater. This. Scarf. The next. Coat. Raincoat. Skirt. Head. Gloves. T-shirt. T-shirt. Jacket. Trainers. Dress. boots shoes shorts trousers shirt you see different quite different dresses so if you want to make up sentences you can use different types of forms for example it's going to be rainy today you should wear or I will wear for example it's going to be rainy you should wear a raincoat and boots or I know I'll wear my raincoat and boots there and I will show you my examples it's going to be sunny today I wear shorts a top and sandals it's going to be stormy today you should wear a raincoat and rubber boots you see the very different phrase it's going to be freezing cold I'll wear boots a coat a scarf a hat and gloves so listen to the dialect and complete the sentences we have the following sentences so be very attentive to find the answer for the questions unit 10b what's the weather like exercise for page 98 where are you going Kathy downtown I'm meeting Helen in half an hour but look at you you're wearing a thin dress and sandals you're going to get soaked what are you talking about look at those big black clouds it's definitely going to rain perhaps you're right so can I borrow your coat no way it's brand new why don't you take my raincoat you mean that horrible yellow thing no thanks okay okay just trying to help hey can I borrow your umbrella instead yeah sure oh hang on a minute what I need it too I'm going shopping in a while no problem I can call a taxi okay but hurry the shops are closing in an hour so let's find the answers Kathy is meeting Helen Kathy is wearing a thin dress and sandals the weather is wet and cloudy Kathy wants to borrow an umbrella Claire wants to go to the shop so your home task at the exercise 10 page 99 you have the following portfolio please look in the newspapers or on the net on TV and make your own chart making the weather in various cities in your country for tomorrow and of course write recommendations about clothes thank you for your attention you were so very good see you next time здравствуйте дорогие шестиклассники мы продолжаем с вами обсуждать нравственные основы жизни на прошлом уроке мы с вами поговорили о страхе и смелости сказали что смелость очень важное качество для человека который каждый из вас может воспитать себе сегодня тема у нас не менее интересная и звучит она человек и человечность давайте немножечко уточним с домашним заданием сразу вам дам что мы потом не отвлекались прочитать параграф 12 по учебник обществознания 6 класс под редакции боголюбова ответить на вопросы рубрики проверь себя а также устно выполнить задание в рубрике в классе и дома итак тема нашего сегодняшнего урока человек и человечность тема звучит очень красиво но следует уточнить научной точки зрения то что мы с вами уже обговаривали что есть три понятия это человек индивид и личность человек это биосоциальное существо индивид это человек с набором индивидуальности а личность это человек индивид обладающий социальными качествами которые он воспринимает и формирует в процессе жизни это человек и индивид который имеет право выбора совершает определенные поступки, не боится нести ответственность и так далее. И, конечно, в нашей теме «Человек и человечность» мы будем говорить не просто о человеке, а именно о личности. Раньше мы с вами говорили, чем человек отличается от животных, и много нашли отличий таких. Сегодня мы поговорим об одном отличии. Человек совершает поступки. И главная проблема нашего урока – какие это поступки? Человеческие или нечеловеческие? Гуманные или антигуманные? Давайте посмотрим, что такое гуманизм, потому что мы уже в шестом классе, мы должны вводить какие-то научные термины, и очень часто ученые пользуются термином гуманизм. Гуманизм, соответственно, это человечность, потому что с латинского «gumanus – человек», гуманизм – человеческий. Это человечность, гуманность, человеческое отношение к окружающим. Такое определение гуманизма и человечности дает толковый словарь Ушакова. Человечность – это система определенных нравственных и социальных установок, которые предполагают необходимость проявления сочувствия к людям, помощи, непричинения страданий. И чтобы лучше запомнить, вы в любом определении должны найти ключевые слова. Ключевыми словами в данном определении является сочувствие к людям, помощь, непричинение страданий. Это и есть человечность или гуманизм. Как я вам уже сказала, сам термин «гуманизм» пришел из средних веков, в переводе означает «человеческий». Именно в то время, в средние века, появилась группа людей, представителей культуры, ученых, писателей, художников, которые называли себя гуманистами. И не случайно. Почему? Потому что именно в то время, в эпоху Возрождения, у них возрос интерес именно к человеку. Они поверили в человека, что не все дается свыше, а человек на многое способен, человек многое может сделать. И именно в это время формируются вот эти гуманистические, человеческие ценности. Что же такое гуманизм? Мы определили с вами уже ключевые слова. Это помощь, сострадание, хорошее отношение к людям, сочувствие. Ученые дают много определений, как любой термин имеет много определений, так и термин «гуманизм» имеет достаточно много определений. Это и определенная система взглядов, это и исторически развивающая система воззрений, это принципы поведения и так далее. То есть определений достаточно много. Но вам желательно запомнить два таких определения, что такое гуманизм. Во-первых, это система взглядов, которые признают главной ценностью – это все-таки человека, его свободу, его принципы. А также это принцип поведения, потому что не только надо иметь взгляды, но надо и в своем поведении уметь выражать вот это гуманистическое отношение к другим людям. Поэтому еще раз, гуманизм – это система взглядов, а также это принцип поведения. Объединяет их человек, его свобода и человек как высшая ценность. Дома я предлагаю вам в учебнике на странице 101 почитать об одном известном вам детском писателе, поэте Корнею Ивановичу Чуковскому. Он считал себя счастливым человеком. И когда вы о нем почитаете, ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые под информацией о нем заданы. В чем гуманистический характер авторской деятельности Корнея Ивановича Чуковского? Как автор помогал людям постигать мир? И почему, по мнению писателя, ему выпала счастливая старость? Это слово «старость» прозвучало сейчас не случайно, потому что когда мы говорим о гуманизме, вот в чем суть еще нашего общества знания, то есть мы не только рассматриваем какие-то понятия, мы должны их уметь применять на практике. И я вам предлагаю применить на практике наш гуманизм по отношению к старикам, пожилым людям. Сейчас, может быть, вы не понимаете, но многие старики чувствуют себя одиноко, несчастливыми, потому что у них нет общения, с ними рядом, может быть, иногда никого нет, некому что-то рассказать. Иногда нас раздражают их бесконечные рассказы о прошлом и так далее. Но надо понять человека, надо сочувственно к нему отнестись и очень внимательно. Например, в нашем же учебнике представлена картина Максимова «Все в прошлом». Кого мы здесь видим? Двух старух, старушек, да? Одна, видно, богатая, другая ее служанка. Картина называется «Все в прошлом». Почему художник так назвал картину? Подумайте, пожалуйста. Можно ли старость этих людей назвать радостной? Скорее всего, нет. Счастливой? Скорее всего, нет. И вам тоже задание, когда вы будете с параграфом работать, подумайте, пожалуйста, что бы вы изменили в сюжете этой картины, если бы это были ваши близкие. Вот я подумала, хотела бы с вами поделиться, но не буду этого делать, потому что хочу, чтобы вы подумали об этом сами. Таким образом, изучая гуманность, изучая человечность в отношениях к людям, подумайте, пожалуйста, как в реалии вы помогаете своим престарелым родственникам, о чем вы с ними разговариваете, о чем узнали и чему научились у них, какой опыт хотели бы перенять. И второй вопрос очень важный. Все ли поступки человека являются человеческими? К сожалению, не все. И на этих фотографиях собранных мы это видим. Это не человеческое отношение к животным, это не человеческое отношение к природе, к людям и так далее. Об этом тоже нам надо задумываться. И заканчивая наш урок, я хотела бы вам прочитать стихотворение. В предании старом говорится, Когда родится человек, звезда на небе загорится, Чтобы светить ему навек. Так пусть звезда тебе сияет, По крайней мере лет до ста, Пусть счастье дом твой окружает, Пусть будет радость в нем всегда. Спасибо за внимание. Удачи вам и радости в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok